Все готовы? Камера? Есть камера. Сцена 2.1, дубль 1. А что-то свет совсем как бы от фонаря вообще, ну такой большой свет. Ну ладно. Сцена 2.1, дубль 1. И мгновенно становится тепло. Товарищи, голодная. Все готово, актеры на исходную начали. Ой, не начали с камерой. Сцена 4.5. Сцена 4.6. Сцена 4.7. Тебе зачем это надо, скажи? Интересный опыт жизненный. Сцена 4.8. Сцена 5.2.1. Дубль 1. Я подумал о том, что там ничего как личного не надо делать. Можно так органично и просто играть то, что надо. По актершкам прямее. По-моему, выглядит хорошо в карте тогда лучше. Есть камера. Начали? Начали. Вот он пошел, свет, и ты едешь на это. Красотища. Всегда мечтала себя попасть. Чем меньше, тем лучше иногда так бывает. Что? Красота, это простота. Еще раз вот это, но мы утрукняем вот здесь. Окей. Да. Нижняя, да, будет звать? Идите пока, повредите на 5 минут. Почему Финн хочет в России учиться? Ну, чтобы понимать больше о жизни. Такой опыт. Жизненный опыт нельзя получить в Финляндии. Я уже жил несколько раз в разных странах. Два года в Африке, в Кении. Два года в Америке. И еще один год во Франции. Поэтому это не было как первый раз, как я жил за границей. Поэтому мне было настолько тяжело, как, может быть, у каких-то финнов, которые, может быть, только первый раз в жизни жили за границей. Не-не-не, все равно надо сокращать. Надо на движение это делать. Значит, нужно начинать на шаг. Начали. Жалко, Света мало. Можно я приду еще и завтра? Приходите, приходите. Ну, и понадобится. Хорошо. Давай, давай, давай. Когда вообще не понимаешь языки, невозможно вообще найти контакт. Нет, нету возможности что-то разделить. Одиночество. Люди не понимают, кто ты, потому что они только видят какой-то тупой финн. Для этого времени надо, чтобы им показать, что я нормальный человек, и у меня тоже есть большое желание тут продолжать учиться, понимать, кто они. Поэтому довольно много терпления надо было там. Первые полгора показалось, как 10 лет. И одновременно большое желание. Почему я не могу играть эти русские? Почему я не могу играть, как они? Сцена 81, добрый один. Хванай! Сцена 81, добрый два. Сцена 81, добрый три. Сцена 81, добрый три. Ты будешь с Сергеем чуть-чуть идти? А что-нибудь дай. Это кинокорм у вас такой? Да. Отношение поменялось, когда он начал падать на лестнице. Ну да, это было круто. Это было очень круто, когда он бежал, как сумасшедший падал, опять бегал. И когда ему сказали, что ты не дышишь в кадре, когда должен быть запахавшийся, он побежал бегать по лестнице, чтобы запахаться. Это было прикольно. А я думаю, что он сам придумал. Сцена 91, дубль два. Начали! Немножко тяжелые годы, но зато чувствую, что я что-то пережил. Это жизнь. Не просто. Не просто. Крайше шло время. И я не жалею вообще. Пока 10. Да сколько финны? Готовы сниматься в русском кино. Хотел бы выучать, и мы меня принес кадрами. Кстати, Рон, может быть, он у нас входит в кадр? Кто? Герой наш. Моя мама, она дипломат. И тоже отец, как много, с международными проектами. Он очень сильно связан. Его работа тоже. Они уже хотели посмотреть шире на мир. Они даже встречались в Киеве, в Украине. Но мои родители, они обязательно поддерживают. У нас четыре. Я самый младший. Что мы нашли какой-то труд, который нам интересует. Что для нас все-таки как-нибудь важно. И они понимают, что вот эта актерская работа, что я уже много лет этим занимаюсь. И то, что это как мое. Я не могу как без. Что-то я хотел спросить. Я хотел спросить, объектив у тебя какие? Ширик и 85-й, да, у тебя? У меня ширик 85-й и 28-й. И полтинник. Полтинник у тебя. Полтинник сейчас на камере. 85-й, наверное, понадобится. 85-й, да, я за него отвечаю головой. Уроки, какие ты от них получаешь? Если просто использовать слово урок, тогда я постараюсь понимать, как они жили, как они получили то, что они получили. И то, что понимать, что, может быть, они не все получили, что они хотели получить. И почему так случилось? И в личной жизни. Мои родители, конечно, можно сказать, что у них все хорошо получилось. Моя мама, она посоль. Отец, он человек политику. В Думе, в Финляне, в парламенте сел 16 лет, но сейчас уже нет. Он очень много на уровне политика сделал. Мои родители, они расшлись там 3-4 года назад, после того, как они были вместе 37 лет. И что случилось? Почему? Такие большие вопросы, с чем я до сих пор, как тоже работаю, потому что я врал бы, если я сказал что-то. нет влияния надо мной то, что они делали. В разных временах в моей жизни влияние на то, как я смотрю на мои родители и как они смотрят на меня, это всегда было. Профессионально я решил идти куда-то в другую сторону, чем они. Тоже, я пока не женат, я один. А у них уже 4 ребенка было, когда им 30 лет. Они поддерживают меня. Как сейчас я живу у отца, иногда у мамы. Это вообще так редко бывает в Финляндии. Они решили все эти проблемы. Я до сих пор во сне это встречаюсь. И как только в прошлую ночь мне снилось опять какие-то их проблемы и так далее. Поэтому я понимаю, это как у меня такая ну что это не просто. Я еще это процесс, может быть, переживание, процесс какой-то есть. Наверное, навсегда. Это родители. Они стареют, я старею. Потом новые проблемы. Поэтому это жизнь. Да. Это жизнь. Поэтому просыпаешься ночью и думаешь, да? Ты все равно думаешь, да? Что ты хочешь от жизни? Что ты хочешь? Как ты хочешь пройти этот путь, да? Угу. Я много всего хочу. Какой-то человек хочет успеха. Что-то хочет любить, найти любовь. Здесь такие разные чувства. Это какое-то духовное хотение тоже. Может быть, это самое главное. У каждого человека есть очень большие возможности внутри. Просто это надо как-нибудь найти, открывать. сомнение. Я думаю, сомнение закрывает наши внутренние возможности на жизнь. я сомневаюсь, что я могу быть хорошим. Я сомневаюсь, что я могу играть вот эту роль. Я сомневаюсь, что я могу найти любовь в себе. Я сомневаюсь, что моя сестра меня любит. Я сомневаюсь, что я вообще могу любить. Поэтому сомнение враг. Против веры. Я верю в себе, я верю в других, поэтому вера меня тоже интересует. В сомнении вера, они там борются друг с другом. Тарам, ты мне можешь объяснить? Зачем тебе это надо? Просто в царствие небесное попадают исключительно дети. Ну, я имею в виду съемку, съемку, все эти дела. Ты про нее расскажешь, надеюсь? Не про снежки? А съемка? Да. Для того, чтобы научить людей быть детьми, чтобы они исключительно попадали в рай. Тимофей, ну в чем тут смысл? Смысл? В той дырке. Возвони, я уже четыре попадания. В нее ни одного. Если что-то поменяется, я позвоню. Если не звоню, значит все дальше. Да. Да, ну, когда премьера будет. Релиз назначен на 1 февраля. Ой, да какой это? На 30 апреля назначено. Это я тебе как практически директора Коксины говорю. 30 апреля релиз. Может быть, тогда либо послайте мне вот через, я не знаю. По электронной почте буду держать за вкус. Да. До завтра! Что ехали? Должны ехать, я думаю. Можно? Поехали. Было бы здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова